Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео я расскажу свои первые впечатления о Nintendo Switch Lite. Начнем с того, что ко мне приезжал мой друг Виджил, он приехал ко мне на свадьбу и по не особой случайности захватил с собой Nintendo Switch Lite, дабы я оценил сия ценную портативку. Да, ребят, если вы хотите себе прикупить Nintendo Switch Lite, то можете пользоваться Е-каталогом для того, чтобы промониторить самые выгодные предложения. Здесь вы сможете посмотреть в каких цветах она доступна, можете промониторить технические характеристики, почитать отзывы других ребят и узнать почему данная портативка кому-то понравилась, а кому-то нет. Можете пальнуть динамику цен, ну а также сравнить Lite-версию с обычной версией, у которой отсоединяется Joy-Con и которая способна работать в стационарном режиме. Лично мне в этом выборе всегда нравилась обычная версия. Если что, помимо этого, здесь вы сможете найти и другие игровые консоли, которые сейчас в дефиците, ну а еще прочую электронную технику. Е-каталог, если что, стал доступен теперь и на территории Казахстана, поэтому если вдруг хочешь себе что-то приобрести, используй Е-каталог. Лично я почти никогда не хотел себе портативку по причине нехватки времени, но, признаюсь, ближе к Новому году у меня на неделю было разумие ее все-таки приобрести и понять, что это такое. Много ребят в соцсистем не советовали этого сделать и говорили, что консоль стоит того, плюс принесет к тому же реально новые и классные эмоции. Ну а также заставит залипнуть в нее надолго. Но, как вы поняли из последних роликов и, в принципе, по моему инстаграму, этого так и не сложилось. До этого момента я имел представление, что это такое и для чего, но в этот раз мне удалось пощупать все лично, ну а также оценить ее более продолжительное время. Ну че, показай все я творение. Доставайся. Пока все в норме. Вот так она выглядит. Желтенькая. Я чуть... Это было... Это было... Да, при первом разе я ее чуть не уронил. Как ты знаешь, по ощущениям пока необычно. Возможно из-за чехла, потому что, смотрите, у него чехол такой, да, и вот здесь у него такие вот пупырки, как по типу геймпад. Но знаешь, вот если бы я не знал, что это Nintendo Switch, первое, что я мог сказать, типа, это какой-то большой телефон чисто для игр. Вот экран ничем не примечательный, вот я не знаю, как бы, возможно, он даже для меня какой-то такой непривычный, потому что я привык смотреть в монитор, не играть на телефоне, единственное, я играю только в Brawl Stars и все. Не баньте меня, пожалуйста. Хочу сказать, что по первому впечатлению она мне понравилась. Легкий эргономичный дизайн, качественная сборка, довольно неплохое чувство управления, которое не вызывает дискомфорта, поскольку по внешнему виду я мог бы сказать, что стики слишком маленькие, кнопки так же. Это как бы так и есть, но при игре это не вызывает дискомфорта, и это самое главное. Что касаемо дашборта, я в нем плавал. Я не понимал, куда, что, зачем, но, как я не раз говорил, привыкнуть можно ко всему, и это просто дело привычки. Единственное, я кое в чем реально капец как тупил. Короче, я лазил здесь где-то 5 минут, и единственное, что меня пока что немного дико выбесило, я вот реально не вдуплял, у меня настолько атрофировался от Xbox и мозг, что я априори нажимал на B сюда. Если кто-то не знал, что сейчас оказывается кнопки Y, X, A и B, они перепутаны. И я такой думаю, почему он меня возвращает на ОК? Почему? Такой, просто нажмите B. Нажимаю. Это не B. Типа он продолжает B. Нет, а потом смотрю и думаю, блин, господи, там где A, у него B, где у него X, у него там Y. То есть вот, это, ох, ну, это cringe. Ну, знаешь, потом привыкаешь, на самом деле. Да, это я понимаю, да. Но я по началу так же бесился. У Илюхи с собой было всего лишь 3 игры, это Mario Odyssey, Asterix и Obelix, ну а также Зельда. К сожалению, последнюю я не успел затесить по причине нехватки времени, но думаю это как-нибудь в другой раз. По первому впечатлению, если честно, у меня не было чувства, что я держу какую-то портативную консоль. Я понимаю, что это звучит крайне тупо, но это мои ощущения, которые я не могу по-другому описать. Знаете, от этого устройства мне почему-то въедет какой-то, наверное, планшетностью, ну а также смесью с телефоном. Видимо, я реально давно не имел дело с портативками, поэтому так вот чувствуется. После первого включения я оценил Mario Odyssey. Если честно, я не особый фанат Марио, но сама оптимизация, идея и интерактив мне реально понравились. Стряхни консоль, чтобы перепрыгнуть, поворачиваю ее как бинокль для того, чтобы посмотреть на карту. И такие вот мелочи лично мне, они очень нравятся, поскольку они дают больше погружения в игру, ну а также просто разнообразит игровой процесс. Тут, в принципе, включен уже Mario как Odyssey, да там? Да, Odyssey. Да, и Леха мне, в принципе, говорил, чтобы я ему купил, но я не нашел вообще нигде в Москве. Кстати, где ты ее все-таки нашел? Она просто в наш город приехала. Ну, типа, по доставке. Вот? Просто потому, что она в нашем регионе не так ценится, как, например, в других. И из-за того, что DNS по определенному образом так вот работает, то там найти было намного проще. Вот знаете, по экрану хочу сказать, он здесь не супер-мега-классный. Ну, вообще, он ни о чем. Существует как телефон, да? Если по факту говорить, он вообще ни о чем. Даже, наверное, телефон будет как-то почетче в плане игр, что ли, вот как-то, знаешь, очень видны пиксели. Что касаемо восприятия экрана, он мне показался реально слабеньким. То есть, лично мне просидеть за таким экраном, к примеру, часа три, будет реально сложно. Разрешение также оставляет желать лучшего. Да, из-за чего я понимаю, что это не консоль на уровне, там, Xbox или PlayKey. Это совершенно другое устройство. Но лично я ожидал чего-то большего, поскольку, играя, к примеру, в те же игры на телефоне, мне изображение нравится там больше, нежели на свече. Поэтому здесь тоже ссори, здесь и мхо. Кстати, я знаю тему по поводу выпуска нового OLED-дисплея, за что многие пользователи интернета немного захейтили Nintendo, поскольку ждали какую-то Pro-версию. Но лично, на мой взгляд, данный ход обосновывается простым ответом. Кому надо, те купят. Я прекрасно понимаю, что если бы после выпуска новой консоли они как бы немного урезали бы старую версию, но нет. Тут просто версия для тех, кому нужен тот самый новый OLED-дисплей. И лично я со своей позиции, ну, не вижу ничего негативного. Это, знаете, что-то подобное, как выпустить новый Xbox с большей памятью. Опять же, для тех, кому надо, купят и все. Что касаемо второй игры, Asterix Abelix, то меня такое не зацепило вообще. Да, работает она прикольно, но, пожалуй, это не так классно, как это было бы, к примеру, в том же Марио. Да, понятное дело, что одна мультиплатформа, другая эксклюзив, и в сравнении качества они, ну, немножко не идут, но благодаря этому я для себя кое-что подтвердил. Ну, а подтвердил я для себя то, что в этой консоли, хоть и имеется возможность поиграть в некоторую часть мультиплатформы, но опыт не сравним с тем, что дают тебе стационарки. Я однажды палил МК-11 на свече, да, круто, что есть возможность поиграть в дороге и так далее, оценить Мартуху на таком устройстве, на таком компактном устройстве, но как-то получить от этого максимальное удовольствие я точно не смогу. Кстати, можете написать свои мнения по этому поводу. Покрытие очень гладенькое. Прикольное, оно не похоже на софт-тач, оно не похоже на обычный пластик, и какой-то такой, и что-то между, да. Да, оно классно выглядит. Короче, знаете, с точки зрения визуала, может быть, какой-то эксклюзивности, это может быть реально классная вещь, особенно для фанатов Марио и для любителей продуктов Нинтендо, но для иксбоксера по имени Джамбу Макс это не моё. Возможно, как бы, Joy-Con у меня приманит к этой фигне, потому что мне нравятся интерактив, такие штуки, как Кинек, для компании и так далее, но с точки зрения купить портативку для себя любимого и проводить в ней много времени, это чисто не моё. Диман, у тебя какое мнение по поводу Нинтендо? Знаешь, типа, хотелось бы купить или нет? Знаешь, спорная фигня, особенно когда у меня уже есть One S и ПК игровой, как бы для меня, это просто будет чисто лишняя консоль. Ну, типа, окей, пусть будет. Лишний этот, магний для денег, типа. Да, разве что вбрать его, разве что в дорогу. Да, я бы, наверное, на Нинтендо, ну, типа, Нинтендо Свитч никогда бы не сделал себе основной платформой, чтобы играть именно на нём. Вот, знаешь, лично для меня сейчас Свитч, это такая, можно сказать, панацея, когда тебе вроде бы или не играть, или не хочется играть, но в то же время нечем себя занять. То есть, например, плохая погода, там, ещё что-то, и ты как-то, не знаю, присел, прилёг, играешь, и тебе нормально. Плюс, там, допустим, опять же, можешь, там, девушке дать поиграть, там, ещё кому-то, например, кто приходит, там, гости, например, там, друзья, там, ещё кто-то. Чисто, да, попробовать, поиграли, о, прикольно, провели время, и, как бы, получили какое-то удовольствие. Но говорить о том, что прям нужно скупать вообще всё, и ты, там, захочешь пройти все игры, это не так, далеко не так. Вот, а конкретно, опять же, эксклюзивы мне лично не нравятся, кому-то нет. Вот, например, меня Марио с первых секунд зацепил. То есть, это такая лайтовая игра, без каких-то напрягов, без каких-то, знаешь, негативных эмоций. То есть, там, чисто такой какой-то подъём, позитив, красочность, яркость, какая-то полнота, то есть, очень... Гармония. Ну, реально, очень точённый геймплей. То есть, тебе интересно управлять Марио, тебе интересно делать какие-то трюки, какие-то движения, там, и так далее, и, соответственно, проходить по сюжету. То есть, интересный мир, интересно его следовать, там, куча всяких таких вот завихрений, когда ты, допустим, пошёл туда, куда тебе не следует идти, и там есть что-то интересное. Ты это потом используешь в дальнейшем. То есть, это такая прикольная игрушка, и она очень долго занимает по времени. То есть, чтобы её полностью пройти, я не знаю, сколько там часов надо потратить, но это очень много, реально. То же самое и Зельда. То есть, там столько контента, просто офигеть. И там огромная свобода. То есть, ты можешь делать всё, что угодно. У тебя тут большая карта, и ты куда заходил, туда и пошёл, грубо говоря. В этом плюс. Лично я никогда не фанател от портативок, поскольку я всегда склонен играть перед телевизором, перед монитором, и признаться, когда я нахожусь, к примеру, в дороге, или куда-то еду, то либо я занят, либо я просто сплю, и особо играть уже не хочется. Если обобщать первые впечатления о Nintendo Switch Lite, это действительно прикольная портативка, которая может подозрить много новых, и, самое главное, ярких эмоций за счёт своих эксклюзивных проектов, но лично в моём случае, это то, что, скорее всего, у меня просто будет лежать на полке и пылится. Просто, знаете, какой-то супернадобсти у меня в Nintendo Switch Lite не появилось, и какого-то желания купить его здесь и сейчас у меня так же не возникло. Поэтому Xbox остаётся для меня всё ещё любимой и единственной основной платформой. Ну вот как-то так, ребят. На этом, в принципе, всё. Большое спасибо вам, ребят, за просмотр. Если видос вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите обязательно своё мнение, имеете ли вы Nintendo Switch, кому посоветовали бы купить и так далее. В общем, большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч.